31 мая день памяти жертв политических репрессий. Незаконно были осуждены и расстреляны тысячи безвинных людей. Пострадали в эти годы и родители Виктора Криклиева. С ним встретился наш корреспондент. Виктор Крикливый по национальности поляк. В 1937 году его родители были высланы из Украины в нашу область. Их везли в грузовых вагонах и высадили на станции Таинша, рассказывает Виктор Петрович. Тогда его отцу было 16 лет, а матери 14. Прибыли они разными семьями, а уже спустя несколько лет встретились и поженились. Оказалось, у них одна история. Их разбросали по всевозможным районам, по точкам. Мать жила в Подольском, Чкаловского района или сейчас Таинчинского района. Отец попал в Константиновку, тоже в Североказахстанской области. Мой отец всю войну работал в Таинче водителем. А мать работала где-то в 40-х годах во время войны, заведовала детским садиком. Виктор Крикливый, как и его брат и сестра, родился уже в Северном Казахстане. Здесь выросли и получили образование их дети. Сам он порядка 30 лет проработал на заводе имени Кирова. А затем 20 лет трудился директором Горгаза. Оттуда и ушел на заслуженный отдых. Казахстан считает своей родиной. Здесь я родился, здесь я учился, закончил техникум, закончил институт. Здесь родились мои дети, здесь родились мои внуки. Все, что здесь пройдено, я связываю со своей родиной, с республикой Казахстан. Отец Виктора Крикливого, Петр Антонович, сейчас живет с другим сыном, как шитал. Ему уже 97 лет. Мамы уже нет несколько лет. Гульнара Калей, Желдыс Бекер Муканов, Новости МТРК.